В конце текущей торговой недели трейдеров ждут одни из самых важных событий, что могут оказать заметное влияние на ход котировок. О том, что это за события, в видеокалендаре трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. Итак, прежде всего это заседание Европейского Центрального Банка. Итоги очевидны. Процентная ставка останется без изменений, поэтому трейдеры больше внимания уделят именно риторике представителей Центробанка. Особенно интересна оценка текущего состояния экономики и прогнозов в условиях эскалации торговых войн. Многие эксперты уверены в том, что монетарные власти продолжат напоминать инвесторам о необходимости стимулирования экономики. В этом случае евро станет объектом распродаж на рынке. И сегодня же инвесторы обратят внимание также на данные по внешней торговле в Соединенных Штатах. К великому разочарованию Дональда Трампа аналитики прогнозируют сохранение прежнего уровня дефицита внешнеторгового сальдо. Но не исключен рост дефицита. После таких новостей ждем снижения курса доллара. Уже на следующий день ситуация может измениться. В пятницу на рынке ждут отчетов от Минтруда США. Вчерашние данные от ADP несколько обескуражили быков по доллару. Но прогнозы для пятничной статистики довольно позитивны. Прежде всего, изначально эксперты не ждут сильного увеличения числа трудоустроенных в несельскохозяйственном секторе. Прогнозируется прирост лишь в 180 тысяч человек. Напомню, что и в прошлом отчетном периоде аналитики прогнозировали прирост лишь в 183 тысячи, но по факту в апреле было трудоустроено гораздо больше. Вполне вероятно ожидать повторения ситуации и более сильных данных. Обнадежить покупателей долларом может и показатель изменения средней почасовой оплаты труда. Ждут трейдеры факта ускорения темпа роста заработных плат до 3,3% в годовом выражении, путем подъема окладов на 0,3% в мае месяце. В этом случае неделя завершится для доллара с позитивными настроениями. Помимо перечисленных событий, рекомендуем трейдерам также обратить свое внимание и на следующие публикации. Сегодня инвесторы будут изучать информацию из Канады относительно внешней торговли и индекса деловой активности. А завтрашний день, как и сегодняшний, начнется с комментариев главы Банка Японии Хрухи Кокуроды. Его выступления посвящены теме цифровым технологиям, и поэтому вряд ли стоит ждать изменения настроений на валютном рынке. В отличие от новостей из Германии с данными по производственным секторам и Канады с отчетами относительно состояния рынка труда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова